И снова здравствуйте уважаемые дамы и господа. Мы проходим тренинг по специальному мануальному массажу и вот такой вопрос возник, для чего вообще нужна подушка и какую выбрать. Вот они у меня разные, ну то есть кроме самого стола нам еще необходима подушка. Это не под голову естественно, как вы понимаете, а под ноги. Ну обычно, вот я долго искал в интернете, продаются вот такие. Ну похоже они, все примерно одинаковые. Самую длинную выбрал за 70 сантиметров, длиннее почему-то не продается. Но она единственное, что не очень объемная, диаметр маленький и слишком мягкая. Прежде всего подушка кладется под стопы, под ноги, то есть глядя на стоп, на ней разворачиваются вниз. Для чего это делается? Ну во-первых, чтобы у человека был отток лимфы, лимфа у нас течет, как мы знаем, только снизу вверх от пальцев ног, в сторону головы. И как правило в жизни мы о ней не заботимся и у нас врачи сократили, лимфологов уже по-моему таких нету врачей, а раньше были. То есть никто обычно про это не говорит, и люди про это не знают, как-то в жизни не замечают. Но вообще очень полезно переворачиваться раз в день вверх ногами, класть вечером ноги повыше, чтобы был вот этот отток дополнительной лимфы. Мы о ней никто не заботимся. А это глобальная система очистки нашего организма. И соответственно пока человек хотя бы у вас на массаже лежит 15 минут, полчаса, час, хотя бы в это время у него идет отток лимфы. Вы ему помогаете при этом еще руками. Даже если лимфатический массаж не делаем, все равно это очень важно и полезно. Это первое. Второе. Когда человек лежит без подушки, у него упираются коленки. И особенно если массаж ног делается, то это больно. Поэтому человек разворачивает коленку, чтобы не травмирует коленку, ногу либо так, либо так. То есть лежит криво, в жизни удобно. В-третьих. Это когда мы делаем массаж голени. Упор идет вперед. То есть там голова человека, стопа. Упор идет вперед и как раз нога лежит на бедре. Мягко мы упираемся в бедро, а не в коленную чашечку. Не травмируем коленку. И четвертое. Это чисто психологически. Когда человек ложится и у него вертикально сверстают пальцы ног, у него идет расслабление дополнительное. Он психологически отключается и понимает, что ему не надо контролировать тело. Дело в том, что сознание всегда борется с подсознанием, а подсознание нас крепко держит в ежевых рукамицах. И, как правило, человек даже не стоит никогда ровно. Вот вы стоите, покачиваетесь. Даже когда говорят солдатам, смирно. Вот они стоят смирно. Но на самом деле они постоянно как-то качаются, подравниваются. Там стопы играют, пальчики ног играют. То есть организм так построен, что он постоянно мышцами поднатягивает себя, выравнивая. Постоянно. И только здесь, когда лежит, пальцы ноги вниз, подсознание дает приказ мозгу. Все. Можно расслабиться. Но желательно подушку выбрать подороже и получше. В смысле, побольше и поплотнее. Ну, вот такая вот она надувная. Заказывал через интернет. В Алиэкспресс только нашел. Это вот из Китая мне прислали. Она, конечно, поудобнее и побольше. Можно заказать подушку вот такую, но это самодельная. Я специально подковообразную ее сделал, чтобы она не качалась. Во-первых, под ноги. Во-вторых, под таз подкладывается. Вот у меня еще одна была полушечка. Не нашел. Покажу просто на маленькой. Дело в том, что позвоночник, скелет мужской и женский, отличаются чем? Ну, вы знаете, что тазовыми костями, да? Ну, как правило, то есть у женщин он шире. Но еще не только этим. Если посмотреть на этого скелета, да? Он мужской. Потому что у мужчин таз идет вертикально вниз. У женщин он развернут вперед. И поэтому вот эти кости под задушек костей, они выпирают больше. И особенно на жестком столе, особенно когда мы делаем жесткий массаж сверху, мануальный массаж, он продавливает человека в стол. Тут просто больно, да? Поэтому вот для женщин, особенно для хузеньких, есть у меня полушечка, вот сейчас просто не могу найти. Ну, либо обычную подкладываете именно под эти косточки, да? Когда мы делаем тракционные движения, расслабляющий таз, вообще должен быть стол тракционный. У него тут поднимается у меня только одна часть. Ну, можно вместо полушек, кстати, использовать вот такие столы, да? То есть ногами вот в этой стороне. Ну, а вот тракционного стола можно поднимать серединка. То есть человек расслабляется, ноги тянут под своим весом в одну сторону, тело в другую сторону. Если его нету, то подкладываем, перегибая человека через подушку, соответственно, вот такую. Продаются еще специальные подушки, треугольные, они жесткие. Это, в принципе, тоже достаточно мягковато, надо еще пожестче. Да, вот ты говорил тоже через китайский. В интернете через Алиэкспресс заказал, да? Да, да, да. Вот, очень рекомендую. Это не реклама, да, Алиэкспресс. Это просто средство для того, чтобы найти что-то необходимое, то, что просто у нас... И более жесткое. Да, и более жесткое, да. То есть вот они по высоте примерно... Ну, повыше чуть-чуть, чем мы. Повыше, да. Да, вот такие треугольные. На нем удобно расположить тело человека. Ну, и разные виды массажа есть тоже, там, энцецелительная в том числе тоже подходит, вот эта подушка под, ну, скажем, лечебные, там, гигиенические всякие массажи. Даже когда у женщины грудь большая, удобно положить, просто чтобы не было вот этого дискомфорта не чувствовать. Вот, по поводу того, какие там выборы столы, да, и какой, в принципе, должен быть стол, об этом я вам расскажу в следующем видеоролике. Ну, а сейчас я с вами не прощаюсь. Вы лучше подпишитесь на наш канал. Олег Аллах Гудвин вас всему научит. До новых встреч, дорогие друзья.